Привет, девчонки! Сегодня сделаем тренировку для беременных с фитболом. Упражнение лучше всего подходит для третьего триместра, так как уже подготавливают таз к родам. У меня сейчас на видео полных 37 недель, то есть окончание 9 месяца. Удобненько усаживайтесь на фитбол и будем делать покачивание бедрами со стороны в сторону и также вперед-назад. Девчонки, если вы уже на большом сроке, то, скорее всего, вы уже чувствуетесь, как бедра начинают расходиться. И, конечно, это сопровождается неприятными такими ощущениями. Конечно, это надо пережить, но мы можем немножко облегчить эти вот боли вот такими вот упражнениями. Дальше будем делать массаж для малыша, такой своеобразный вакуум. Выдуваем воздух и получается, пресс у нас сокращается, втягиваем в животик. Обнимаем малыша вот таким вот вакуумом и дальше расслабляем живот. После этого просто попрыгаем на фитболе. Вы уже, наверное, заметили, что фитбол это обалденная штука. Фитбол хорошо снимает нагрузку со спины. И если у вас ездите посидеть, например, вы сидите перед телевизором, лучше сидеть на фитболе. Дальше мы будем раскрывать верхнюю часть бедер. Садимся в глубокое плие и делаем перекаты с ноги на ногу. Опираемся на фитбол и делаем такие перекатики. Ноги ставим широко. Стопы развернуты наружу и колени у нас стремятся в сторону пальцев. Заканчиваем это упражнение. Еще парочку повторений. И следующее упражнение у нас называется rocking lunges. То есть мы делаем такие выпады, делаем шаг вперед. Облокачиваемся на фитбол и у нас происходит покачивание тазом вперед-назад. Такие упражнения на одну ногу помогают в среднем потужном периоде для того, чтобы помочь головке малыша пройти по родовым путям как можно проще. Меняем ногу, переходим на другую сторону. Тоже облокачиваемся на фитбол и делаем такие перекаты. Очень удобно выполнять такие выпады именно с фитболом, с мячом, потому что мяч поддается нашему движению и мы можем выполнять упражнения, облокачиваясь на него. Далее остановимся на колене и разводим стопы наружу. Упражнение для финального потужного периода, это улучшает мобильность именно крестца, крестцовой зоны. Также можно прямо лечь на мяч и покататься со стороны в сторону, хорошо расслабляет и разминает таз. В этом же положении оставляем ноги параллельно друг к другу и мы будем делать покачивание вперед-назад. Прямо садимся на лодыжки и дальше встаем и отталкиваемся, плывем за мячом вперед. Далее после этого садимся в позу четверки, то есть подгибаем одну ногу впереди и одну ногу сзади. И дальше будем вставать, опираясь на фитбол. То есть мы локтям опираемся на фитбол, пристаем на переднюю ногу и поднимаем таз вперед. Выталкиваем таз вперед, прожимая ягодицы. Конечно же то же самое мы будем делать на другую ногу, поменяли ножку. Встаем на одну ногу, если жесткая поверхность у вас на полу, то значит конечно же подсадите коврик, либо подсадите каремат. И облокачиваемся на фитбол, при встаем. Далее садимся в глубокое плие во второй позиции и приподнимаем таз вперед, выравниваем колени. Делаем такое упражнение, оно и силовое, и для мобильности суставов. На сегодня это все, увидимся на следующих тонировках. С вами была Таня, пока-пока!